Макс, не волнуйся, мы уже приехали. Макс, Макс, чего это с тобой приключилось? Ты что, в детскую коляску-то забрался? Да блин, Кать, только не начинай, а! Я сильно упал, ушиб ногу. Да-да, Кать, всё именно так и было. Я вышла с сестрёнкой прогуляться, смотрю, Макс навстречу идёт, хромает. Вот я и предложила его довезти. Ах ты, бедный Макс, нужно срочно вызвать скорую. Вот и я ему всю дорогу доказываю, что нужно срочно вызвать врача. Да? Девчонки, да прекратите вы, всё в порядке, небольшой ушиб. Макс, ну иди тогда на свою постель, что разлёгся-то в детской коляске? Кать, ну ты что? С Максом нужно поосторожнее быть, ему сейчас нужен покой. Я довезу колясочку до его кровати. Ах, точно, как-то я сразу не догадалась, конечно, конечно. Давай, Макс, я помогу тебе выбраться. Ой, спасибо, Настя, что бы я без тебя делал. Макс, если тебе что-то нужно, ты всегда можешь на меня положиться. Да ладно, Настя, не волнуйся, я обязательно позабочусь о брате, а ты пока можешь идти гулять с сестрёнкой. Спасибо, Кать, я обязательно вечером навещу Макса. Выздоравливай, Макс. Спасибо, Настя, обязательно. Ну что, Макс, может быть, позвонить маме и рассказать о случившемся? Кать, Кать, пожалуйста, не рассказывай маме ничего, а то она не разрешит играть мне в футбол с ребятами. Макс, ты зачем это встал с постели? Тебе нужен постельный режим. Ложись давай. Кать, я это, кушать сильно хочу. Макс, ложись, я тебе сейчас что-нибудь принесу покушать. Макс, Макс, ты живой здесь? Я тебе несу кушать. О, какая вкуснятина, Кать, спасибо большое. Да ладно тебе, Макс, поправляйся, главное. Если что-то тебе будет нужно, то зови меня, я пойду делать уроки. Вот же повезло мне, что у меня есть такая заботливая сестра. Ребят, ребят, не поскупитесь, пожалуйста, на лайк и подписку. Ради Насти и Кати, за то, что они такие добрые и всегда могут помочь.